Смертельный диагноз – сбор денег, многократные ошибки в оформлении документов Краевого Минздрава на включение заявки в благотворительный фонд. Теперь все это в прошлом. О получении жизненно необходимого дорогостоящего препарата для Артура Титаренко договорилась витоспикер Госдумы Ирина Яровая. Уже в эту субботу, 21 сентября, камчатская семья с 4-летним малышом вылетает в Москву в федеральную клинику. У меня были одни эмоции. Меня очень расстрогалось, так сказать. Это такие эмоции. Не передать их, потому что это был долгожданный ответ. Я верю, надеюсь, что если Ирина Анатольевна уже взялась, она нас уже и доведет до конца. Также хотелось бы обратиться ко всем жителям. Когда мы начинали сбор, когда об этом препарате в России ничего никто не говорил, все эти средства, которые мы соберем на момент, мы посоветуемся, естественно, с Ириной Анатольевной, раз она нас навела. Но все средства мы ни копейки у себя не оставим. Все средства перейдем на помощь деткам с таким же заболеванием. Смертельный диагноз – миодистрофия Дюшина – мальчику поставили в мае этого года. Пациенты с этим прогрессирующим генетическим заболеванием, у которых необратимо разрушаются мышечные клетки, долго не живут. Дети к 10 годам садятся в инвалидное кресло и к 20 наступает летальный исход. Либо от сердечной недостаточности, либо от дыхательной. То есть срок жизни у этих деток в районе 20-24 лет. Родители мальчика выяснили, что у их малыша есть шанс. Однократный прием препарата стоимостью 266 миллионов рублей позволит остановить разрушение мышечных клеток. Причем для нужного эффекта лекарство необходимо принять в возрасте от 4 до 5 лет. Поэтому семья начала срочный сбор средств. На сегодня им удалось собрать лишь десятую часть необходимой суммы. Также в августе семья Титаренко узнала, что Федеральный благотворительный фонд начал закупку дорогостоящего препарата и давать его российским детям бесплатно. В августе месяц, после того, как Артура исполнилась 4 года, мы поехали в федеральный центр Вильтещева. Там прошли консилиум, получили документы для возможности подачи в круг добра заявку на этот препарат. Мы, вернувшись в регион, столкнулись с такой трудностью, что от местного Минздрава, нашего Камчатского, мы не могли подать заявку. У нас сегодня принимали, по-моему, раза 3 или 4, то есть в таком вот формате. Там были формальные какие-то ошибки или что-то еще. Но смысл в том, что рассматривают эти документы только один день в неделю, по четвергам в Москве. И каждый раз, когда подаются неправильно документы, это отсрачивало период еще на одну неделю, на 7 дней. Мы теряли постоянно вот так вот по 7 дней. В связи с этим было принято решение семейное написать Ирине Анатольевне, потому что мы знаем, что это тот человек, который очень болезненно воспринимает все такие истории, помогает деткам. Мимо никогда не проходит. С последней надеждой семья Титаренко написала обращение в адрес камчатского депутата. Ирина Яровая в ручном режиме незамедлительно провела работу с руководством Федерального Минздрава и договорилась о рассмотрении и принципиальном одобрении заявки на заседании экспертного совета фонда «Круга добра». Для получения лекарства семья летит уже в эти выходные в Москву. Субтитры создавал DimaTorzok